Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшних апостольском и евангельском зачалах есть моменты, на которые хочется обратить внимание. Вот что мы с вами читаем. Иоанн Креститель посылает двух своих учеников к Иисусу Христу, чтобы удостовериться, мессия Он или нет. Нет, тот ли, которого мы ожидаем, или надо ждать кого-то другого. И как говорит о себе Иисус? Он не говорит, да, я мессия, я вот пришёл, все меня слушайтесь, я главный, вот основной, и, в общем, всё обо мне, и пророки, всё это про меня. Так что, значит, все будьте мне послушны. Нет, Он говорит совсем другое. Он говорит, а что вы видите? Вы видите, что слепые начинают видеть, глухие начинают слышать, прокажённые исцеляются, хромые ходят. Вот это и скажите Иоанну Крестителю. И как счастлив тот человек, который не искушается, не соблазняется обо мне? Как счастлив тот человек, который может принять это всё чистым сердцем? То есть, Он говорит не о себе, Он говорит о тех делах, которые совершают, которые сами говорят за себя. Он говорит об этих исцелённых. И говорит, что как хорошо же тем, кого не гложет сомнения, кто не искушается о нём. И едва уходят ученики Иоанна Крестителя, как Он тут же начинает говорить опять не о себе. Он начинает говорить о бане Крестителя. Но все выходили в пустыню. Все там видели, что выходили туда, в пустыню? Смотреть, как ветер колышет сухой тростник? Нет. Что вы там видели? Человека, одетого в дорогие мягкие одежды? Нет. Пророка вы там видели? Да, и больше, чем пророка. Вот. И говорит, что это как раз тот, который и послан благовествовать об Иисусе Христе. Это предтеча Мессии. Тот, который пришёл для того, чтобы приготовить пути для Мессии. Тот, который пришёл сообщить народу о том, что надо встречать Мессию, надо встречать Христа, а для этого нужно каяться в своих грехах и очищать свою душу. И в знак очищения этой души принимать водное крещение. И многие после этого, услышав, пошли к Иоанну Крестителю для того, чтобы покаяться в своих грехах и принять от него крещение. Таким образом, мы видим, что у Христа есть совершенно чёткое представление о том, что вот то, что совершается в мире, это есть некое единое какое-то действо. У него нет там вот, ну, там, тоже хороший учитель, его тоже послушайте, и там ещё что-то. Нет, у него есть представление о том, что каждый занимает как бы свою нишу, выполняет своё дело. И даже он, Бог и Сын Божий, не может прийти просто так. Перед ним обязательно должен быть послан вот этот ангел, то есть вестник, предтеча, который расскажет о нём. И он подчиняется этому. И, прославляя его, говорит, что из всех рождённых на земле женщинами человек самый достойный – это Иоанн Креститель. Но при этом говорит, что в Царстве Небесном любой будет и ещё выше, чем Иоанн Креститель здесь на земле. То есть Царство Божие открыто, и поэтому для вас открывается путь ещё большего роста, большего духовного роста, что когда вы достигнете Царства Небесного, то увидите, что вы там будете больше, чем Иоанн Креститель здесь на земле. И вот в сегодняшнем апостольском зачале есть удивительные слова апостола Павла, в которых он говорит о том, что не надо уподобляться другим народам, не надо увлекаться какими-то ложными учениями, не надо соревноваться друг с другом, не надо пытаться найти что-то лучшее, чего нет у других. Он говорит, что всё, что у вас есть, несите ко Христу. И говорит, что все мы члены одного тела. Но в теле всё так устроено, что каждый орган, он работает на всё тело. И от тела он получает то, что нужно этому органу. То есть исцеление, если он болен, развитие, укрепление, если им активно пользуются. Таким образом, Церковь – это вот то тело Христово, где каждый, становясь членом этого тела, думает не о себе, а об общем деле, о том, что нужно вот этому телу, а получает всё, что ему нужно от этого же тела. То есть получается, что каждый, кто приходит в Церковь, приносит то, что он может принести, а получает то, что нужно ему, и никто не сравнивает одно и другое. Никто не сравнивает, а сколько человек принёс и сколько получил. Может быть, он принёс там на копеечку, а получает, может быть, на миллион. Вот. Никто не говорит об этом. Но все, все действуют в рамках вот этого общего дела, общего тела Христова. И вот это понимание Церкви как тела Христова и пытается как раз апостол Павел донести до нас. Но что греха таить? Мы с вами живём все, конечно, как единоличники, как такие индивидуалисты. Мы живём и знаем, что вот нам нужно развитие, нам нужна какая-то капитализация наших дарований, нам нужно, так сказать, развиваться, но при этом, ну, в лучшем случае, мы думаем о наших близких, что им тоже нужно, там, развиваться, им тоже нужна забота, и мы тоже имеем о них какое-то попечение. Но, конечно, представить себе вот всю Церковь как такой единый организм, где мы служим, не ожидая себе ничего, но получаем всё, что нужно, это, наверное, нужно быть вот, ну, как Иоанн Креститель, который жил в пустыне, питался не пойми чем, проповедовал, вот, и ничего, в общем-то, не получал, кроме, как мы знаем, мученической кончины, когда ему отрубили голову. Но, тем не менее, мы видим, что он получал больше, потому что с ростом Церкви, с её развитием, с обогащением всех нас, и мы, каждый из нас, тоже обогащаемся. Аминь.